Ученые Казанского Федерального смогли рассмотреть по датам на силовом микроскопом кутикулы круглых червей или по-другому нематод. Это очень известный, очень популярный объект в биомедицинских исследованиях. Это очень маленький червячок, который очень подробно изучен. Две или три Нобелевские премии было получено за исследование на этом червячке. То, что сделали мы, мы фактически посмотрели кутикулу червячков в их естественной среде. Многослойная кутикула, которой покрыты черви, представляет из себя сложный комплекс биологических молекул. Можно сказать, что чем-то кутикула червя похожа на кожу. Она была проанализирована в воздухе и воде. Его поверхность, его кожа или, как ее правильно называют, кутикула, это достаточно интересный орган. Хоть он очень простой, но он достаточно многое может сказать, например, о состоянии червячка. То есть, если что-то плохое происходит с червяком, меняется вид его кутикулы, меняются механические свойства. Нам было интересно посмотреть, сможем ли мы уловить вот эти изменения с помощью атомно-силового микроскопа. И выяснилось, что мы можем это сделать. Эта кутикула достаточно много может сказать о состоянии червяка, о том, как он себя чувствует, есть ли у него какие-то генетические мутации или нет. А для того, чтобы это увидеть, нужно использовать различные микроскопические методы. Но электронная микроскопия требует создания определенных условий. К тому же, она не позволяет посмотреть на живого червяка. То есть, для того, чтобы он был зафиксирован, его необходимо будет умертвить. А атомно-силовая микроскопия позволяет не только увидеть, но и определить механические свойства поверхности червяка, не убивая его. Благодаря атомно-силовой микроскопии можно изучить сложные структуры нематоды. Ведь ее поверхность очень ребристая, и ее достаточно сложно увидеть классическими методами микроскопии. Мы рассчитываем, что в дальнейшем эта работа позволит разработать метод эффективной и быстрой диагностики состояния нематоды. И, возможно, мы сможем перенести этот метод и на другие объекты. Экспериментальная работа с круглыми червями началась еще в начале 2014 года. Наши ученые сразу столкнулись с рядом сложностей, ведь работа проводилась с нематодами, которые находятся в естественной среде. Наша задача заключалась в том, чтобы, во-первых, подобрать экспериментальные условия, для того, чтобы можно было этого червяка увидеть, причем в жидкости, причем живого. И, во-вторых, нужно было сделать так, чтобы червяк был зафиксирован на одном месте. Важный момент в работе – это разработка специальной подложки, на которой эти червяки фиксируются, никуда не двигаются. И при этом это никак не влияет на свойства червяка. То есть с самим червяком ничего страшного не происходит. Это покрытие можно сравнить с клеем. Оно фиксирует червяка, и тот не может двигаться. Но при этом никакого вреда это ему не наносит. Некоторые нематоды по размеру настолько маленькие, что разглядеть их можно будет только через микроскоп. Очень много исследований проводятся на нематодах. Но цель этих исследований – изучать какие-то заболевания человека. Несмотря на то, что мы очень разные, генетика похожая. Если удается изучить какой-то процесс на нематоде, то можно с большой долей вероятности говорить о том, что примерно так же эти процессы происходят у человека. Ученые Казанского университета и дальше продолжат свою экспериментальную работу. В планах провести анализ разного рода изменений, происходящих с нематодами под воздействием различных токсических веществ. И уловить эти эффекты с помощью атомной силовой микроскопии. Анна Глазунова, Роман Самарин, Универ Ньюс.